Всем приветики! Ну что, давайте обсудим ароматы, которые я носила с 1 по 15 число. Не добила я, знаете, не случилось. В общем, я просто в каком-то запое была в аромате шейк под номером 303. Это аналог на Бакараруш 540, только версии, эликсир или экстракт. Ну, в общем, вот этот темно-красный бордовый такой флакон чуть-чуть у меня осталось. Я его, наверное, перенесу на сейчас, те ароматы, подборку, да, которые я собираюсь носить, дабы завершить. Да, что-то меня прям потянуло на Бакару. Еще я, в общем-то, довольно тоже так неплохо выгуливала шейк под номером 167. Это как раз-таки аналог на классическую Бакару. Полюбила я Бакару, но полюбила я ее из-за того, что я достала аромабокс с сайта Рандеву, а ему уже года полтора. И здесь есть пробничек оригинальной Бакары. Идея в том, что Бакара здесь, видимо, настоялась, и она абсолютно не имеет никаких бинтов. Как вкусно. И теперь у меня новая хотелка Бакара, но стоит огромных денег, может быть, 8 миллилитров возьму. Но опять же, я так предполагаю, что мне нужно будет купить и забыть этот пробник, да, на год, на полтора, только потом достать и пользоваться. Ну, в общем, Бакарой я пользовалась, классическая, в аналогом, да, шейк и эликсир, экстракт, эликсир. Вот этот я точно оставлю сейчас на использование, чтобы просто добить уже вот эти 10 миллилитров. Но вот эти 20, конечно, я не успею добить никак за этот год, да и в планах, в общем-то, не было у меня. В Project Penny не было этого аромата, ну, просто показываю, вот пользовалась и, в общем-то, пользовалась. Два аромата покажу быстренько, сразу это новиночки, не только два. Это вот были новиночки, купленные в этом месяце, и про них, в общем-то, как обычно, в отдельном видеоролике расскажу. Но сразу скажу, пока что Miracle я выгуливала всего лишь один день, так хотела, так хотела. Нет, но он красив, он красив. Хотя чувствуется, знаете, что это аромат двухтысячных. Он не столько ретро, он просто... Он не столько ретро, он просто настолько, ну, какой-то такой пышный, такой он, в общем-то, вроде бы и розовенький, да, но на самом деле очень-очень непрост. Ну, и вот этот аромат просто тоже дико-дико цветочный, очень-очень пышный. Снова в духе двухтысячных, такой более классический аромат в духе двухтысячных. Что ж такое? Целых сто миллилитров. Ну, классно, мне он тоже понравился. В общем, отдельно я расскажу, может быть, еще пару раз выгуливаю, да, и потом уже сниму видеоролик. Что касаемо миниатюрки, которую я, в общем-то, заказала в этом месяце, это Шанель номер пять, версия Лё. Пока что, девчонки, не поняла. Пока что это абсолютно прозрачно, полуакварельно, не очень стойко, это просто аромат чистоты. Пока что. Дальше. Выгуливала я шейк, и даже в номере сто шестьдесят пять это аналог на флёр наркотик. Кстати, оговорочка. У меня здесь недавно прилетал комментарий с вопросом, значит, какие ароматы лучше выбрать, инфес, либо же шейки. В шейк, хотя и то, и то, ну как, я не знаю, инфес, в общем-то, это бренд под бренд УСА, да. Бренд УСА это Турция. Здесь тоже, в общем-то, Турция или Эмираты, ну, всё туда. По-моему, даже Турция делает шейки. Вот шейки, они зачастую, вот они иногда делают, ну, можно сказать, вот плюс-минус одинаковые, да, вот как в бокоре. А в версии, например, флёр наркотик, это гуще, это громче, то есть они иногда утрируют, да, вот как-то, ну, перебарщивают, что ли. Нет, в этом есть своя прелесть. Это похожий аромат на оригинал флёр наркотик, но всё-таки он, ну, в оригинале это свежачок, тонкий, звонкий, нежно звучащий. Здесь это аромат, который сбивает с ног. Так вот, в УСА я не встречала вот таких ароматов, чтобы прям, ну, знаете, перебор, да, вот как-то прям чересчур насладили, как-то в три раза громче сделали, чем у оригинала. Всё-таки там он как-то так более по-европейски звучит, бренд Инфес. Здесь встречается в шейке такая история, что, ну, прям, знаете, в оригинале он не такой громкий, он не такой насыщенный, как в версии шейк. Но этот вариант мне нравится, флёр наркотик в 165 номере. Но он настолько избитый, он настолько популярный был и до сих пор есть. И, кстати, ну, я уверена, что не сам оригинал носят, но я почему-то вижу иногда, слышу от мальчишек-подростков на улице аромат флёр наркотик. Ничего понять не могу для меня, это вообще просто женский-женский парфюм про, в общем-то, персики зелёные, про персик личи, про мшистость, про цветочность, конечно же. Но это довольно фруктово-цветочный аромат, это женский аромат. Но вот в таких вот версиях, вот именно как шейк, такая какая-то она более напористая, более густая версия, чем оригинал, я слышу вот этот аромат сейчас часто, почему-то на, ну, там, 15-16 лет на парнях. Очень интересно, но как бы факт, да. Вот, и, в общем-то, мне нравится, я бы его носила с удовольствием, но я как будто бы не хочу в нём выходить на улицу, потому что, ну, все сразу понимают, что это аналог на флёр наркотик. Вот, из 8 мл, девочки, я выгуливала лалик, Perils de Lalique, жемчужины лалик, вот лалик. Что-то я вспомнила и решила выгулять. Таблетками в базе, прям в базе, в базе, в базе пахнет таблетками на мне. Вообще, конечно, аромат интересный. Он древесно-мшистый, он прохладный, он элегантный, немножечко он запудривается потом в сердце. Некая такая чистота, что ли, в этом аромате есть. Но вот как первый раз мой муж его просто захейтил. Ну, знаете, как захейтил, я прям его много нанесла тогда, и пришла домой, и он меня встречал, он такой, фуш, чем от тебя пахнет. В этот раз я его даже на ночь наносила в микродозе, то есть вечером я его вообще на себя наносила. Когда я ложилась спать, ну, какой-то шлейф был от меня, но он как-то не обратил на него внимания. А вот утром он сказал, что от тебя пахнет таблетками. И вот я об этом говорила, по-моему, видео, короткое я снимала в телеграм-канал, и мне тоже чунки написали, что да, можно давать такой вот таблеткой. Да, вот это вот не медицина, как в Бакаре, да, бинты йод, а вот именно конкретно таблетками. Как будто бы взяли таблетки, растолкли, я не знаю, для чего-то, да, как там деткам дают, да, там с водичкой смешивают ложечки, растолкли. Вот нечто, да, подобное. Но вообще аромат мне нравится. И опять же, у меня вот какие-то метания, думаю, куплю все-таки большую версию. Потом думаю, ну нет, не куплю, потому что, ну, люди же тоже будут просто слышать от меня аромат таблеток. Возможно, он на меня просто не садится, на меня. Возможно, я попробую вот сейчас еще в более теплое время. Может быть, даже оставлю его на это использование в эти две недели. Вот, но пока что вот как-то так под вопросом. Ну, и если будут все-таки на мне таблетки даже в более теплое время года, не буду покупать. Ну, в общем-то, поигралась и хватит, да. Ну, куча других ароматов классных, потрясающих. Зачем мне таблетками-то пахнуть? Итак, мои дорогие, значит, Фаберлик Платинум. Я решила выгулить. Фаберлик аромат называется Платинум. У меня вот в такой вот мини-версии в 30 миллилитрах Платинум. Как видите, уже половины нет. И я даже задумалась, не купить ли мне этот аромат. На самом деле, парфюм снятый. Но на Авито можно найти. Это звонкие, мощные, холодные цветы. Это очень женственно. Ощущение, что как будто есть здесь альдегидность. Немножечко. Ну, я вот в этот раз носила. Мне как-то легче его сейчас носить, чем буквально, там, не знаю, 3 года назад. И потому что он настоялся, он и тогда уже был такой настоянный у меня. Может быть, потому что я что-то из ниши уже, да, на себе ношу. И как-то это, ну, нормально воспринимаю. Не фукаю, там, вообще все хорошо. Этот аромат, ну, просто такой исключительно женский, возрастной. Но он не возрастной, он не звучит ретро. Он звучит очень строго. Это, знаете, вот как я и ранее проводила параллель, что это может быть директор в школе, там, завуч. Ну, что-то такое. Какая-то немножечко строгая, чуть-чуть злобная женщина. Вот такой аромат. Ну, в общем-то, да, пользовалась. Не знаю, покупать ли мне, дублить ли мне его, нет. В принципе, это не моя вообще история. Именно про парфюмы. Это не моя история. Но иногда хочется. И такого аромата тоже. Девочки, я выгуливала здесь кассандрочку свою любименькую. Я тут, значит, ее записала в Project Pen на этот год. Я в прошлом году ее записывала в Project Pen. Честно говоря, вообще не притрагивалась. И в этом году я тоже ее записала в Project. Но я подумала, что я, наверное, вычеркну этот аромат из Project. Я покупала на Валберис в свое время. У меня всего лишь 30 миллилитров этой туалетной водички. Покупала я его, ну, прям за копейки какие-то. Просто за смешную цену. Сейчас даже на этот бренд, Джан Артес, возросла цена достаточно сильно. Вот этой белой версии я почему-то не нашла на Валберис куча других кассандр. Не знаю, там, мне кажется, 5 фланкеров уже выпустили, если не больше. Но как-то белая, более такая какая-то она получается редкая, что ли, версия. И в 30-ках вообще не найти. Вот. И поэтому я решила ее оставить. Вот, сладенько, чуть-чуть пудрово, сладостерпкая, даже где-то медовая, и почули, и мед, и пудра, и терпкость, и какие-то цветы. В общем, ну, нормально. Не скажу, что суперстойкий аромат. Я тут недавно, значит, смотрела видео, и вообще, как бы, девушка высказалась про Джан Артес, что очень хорошая стойкость ароматов. Не знаю. Кстати, у меня появилась хотелка от этого все-таки бренда. Но я не могу сказать, что суперстойко все-таки. Нет, ну, вроде он держится не час больше, конечно же, там, 2-3 часа. Ну, не знаю, наверное, нормально. Но, кстати, в этом аромате я потом как-то выходила на улицу из дома. И на улице я услышала шлейф в тот момент, когда уже на себе абсолютно не слышала этот аромат. Ну, может быть, да, действительно, он более стойкий, чем я его сама лично на себе ощущаю. Люкс Пакарабан Олимпия, версия Ледженд. Сладенько, вкусненько. Ну, я слышу, как будто бы даже попкорн какой-то. Что-то такое сладкое-сладкое. Прям густо-сладко. Ну, явно это что-то такое фруктовое. Ну, попкорн я слышу, да. Солоноватые нотки я особенно не слышу. Ну, что-то свежее в этом есть аромате. Он, как бы он у меня не новый, да. То есть, это аромат, который мне подарили. Соответственно, его не нужно было, по идее-то, настаивать. Но он ко мне приехал зимой. Я даже на улицу его выгуливала. И такой плотности звучания не было. И все-таки, наверное, от переезда к переезду тоже нужно настаивать аромат. И сейчас он такую мощь взял, такую плотность. Я входила в облачко в этом аромате. Вот. И, по-моему, еще там один раз куда-то себе наносила. Ну, и потом через час перед выходом я еще третий пшик нанесла. И я подзадушила не то чтобы в помещение, а в большом помещении, там где коридоры. В общем, общественное такое место, да, большое. И я там, видимо, прям заполонила все коридоры этим ароматом. Вот так вот. Классный. Такой густой. Такой вкусный. Такой он какой-то. Прям любовь моя. Да, настоялся и просто супер. Какой стал красивый. Так, девочки, держитесь. Держитесь. Если вы стоите, то сядьте. Одеколон. Красная Москва. Я его носила, да. Когда я его носила? Какой-то праздник был. Что было у нас? Восьмого марта? Нет. Ну, в общем, как-то каким-то вечером. Да, восьмое марта, да. Да. В общем, восьмого марта. На вечер к столу, так скажем. Я нанесла на себя пинг-боа. Вставлю картиночку. Классненький. Он такой компотистый, детский, такой позитивный. Такой кисло-сладкий. Водка, да, там, или что заявлено. Ну, что-то, по-моему, алкогольное заявлено. Ну, да, малиновка, малина, малина, да. Малиновка такая, знаете, водка с малиной. Ну, что-то и сладенькое, и кисленькое. Такой он классненький. Совершенно на мне нестойкий. Дико-дико-дико дорогой. Поэтому вот спасибо, Леночке, за отливантик. И вообще за все парфюмчики, да. Так чисто, знаете, для настроения наношу. Как-то поднимала разговор, что, блин, если бы он был в каком-то шейке или в чем-то, я бы его купила. Но за вот эту нестойкость совершенно не собираюсь отдавать, сколько он там стоит. 25 тысяч рублей 50 миллилитров. Миллилитров, чтобы вы понимали. Ну, вот как-то вообще никак. Вот. И когда уже гости ушли, и все, мы с мужем остались вдвоем. Я что-то мы заговорили. Я сказала, что вот я, значит, намереваюсь как-то на новую зарю себе покупать. Плюс еще, да, в коллекцию. И я говорю, слушай, у меня же есть одеколон «Красная Москва». Я его нанесла. Ну, одеколон, да, здесь, конечно, какие-то некие такие немножечко в старте резиновые покрышки, я слышу. Но все это довольно быстро улетучивается. Аромат быстрый, кремом намазала руки, быстрее раскрывается, конечно же, чем парфюм, да, или там духи «Красная Москва». И такое нечто, такое цветочное, припудренное, не очень громкое, слава богу, остается на коже. И, знаете, в общем-то, этим ароматом я даже мужа не задушила. Он говорит, ну, да, ну, как бы раньше у всех был этот аромат именно в одеколоне версии, там, у бабушек, там, ну, в общем, у всех он был, он его помнит с детства. В общем, я его вот даже выгулила. Этому аромату года три, наверное, вот. Единственное, что я не вижу. 0,2, 34, это, я так понимаю, серия. А вот год выпуска, скорее всего, был на коробке, если... А там, по-моему, даже коробки не было, в этих колонах нет коробки. Я покупала в «Магнит Косметик». Ну, мне кажется, года три этому аромату уже, вот, уже настоялся. Ну, за три года, как видите, я его, ну, нет-нет, как бы я его на себя наношу, ну, вот прям совсем немножечко, да. Ну, представьте себе, в эти две недели он был на мне. Аромат Эйван, снятость, Little Black Dress, Sunset Sires. Эта лимитка была выпущена, как белое, белое платье, перевыпущенная версия белого платья. Слушайте, я тут думала продать, не продать, продать, не продать. Думаю, стоит, нужен он, мне не нужен. Тут я его на себя нанесла. Мама дорогая, он такой яркий, он такой цитрусово-цветочный, он и шлейфовый, он и стойкий, да. Часто Little Black Dress и вся вот эта вот композиция, кстати, с черным платьем какие-то отголоски в старте есть, но потом он раскрывается, он такой позитивный, тоже такой искрящийся. И в нем такие есть, знаете, одеколонисты, не одеколонисты, в общем, такие пронзительные, такие прохладно, вот какие-то бело-цветочные, что ли, пронзительно-бело-цветочные ноты. Вот так он звучит. И плюс какая-то зелень, плюс какие-то там легкие цитрусы на фоне. И, в общем-то, он у меня уже тоже, я не знаю, года три. Ну, то есть аромат настоявшийся. Не три девочки, он выпущен в 2000, здесь, по-моему, есть информация. А в 10-й, 0-7-10-20, в 20-м году, то есть, ну, три года точно, до полных четырех лет еще не дошло, да. Вот. Ну, и, в общем-то, он на мне звучал, ну, часа даже не три, четыре где-то. И достаточно ярко. И он прям шлифил, я его слышала. Я подумала, классный аромат на весну. Вообще решила его все-таки у себя оставить. Как-никак, это легендарное белое платье, которое многие любили, обожали. Эта версия перевыпущена, тем более еще в лимитке. Короче, круто, круто, круто. Решила его у себя оставить, и я прям выгуливала его. Вот. Прям хороший, хороший. Есть какая-то, знаете, не одеколонистая, то есть резкая такая, резкая нотка. Но она присуща вообще, наверное, плюс-минус многим ароматам из линейки вот эти платья, да, от Эйвана. Ну, и она и дает вот этот вот какой-то такой вот шлейф, какую-то динамику аромата, да. Классный, обалденный. Девочки, Jimmy Choo аромат I Want Choo Forever, по-моему, называется. Решила выгулить, тоже настоялся. Вот когда он ко мне приехал, он был совершенно не такой. Этот аромат мне тоже был подарен, значит, переполовинен. И вот половинка пришла ко мне. Это, слушайте, я когда вообще, когда он приехал, я, ну, такая, ну, да, прикольный, да, классно. Он так еще сделан. Я не очень понимала, из каких нот он, собственно говоря, состоит этот парфюм. Но, конечно же, я пошла читать про него, и там вишня. Я думаю, какая вишня? Что вы мелите? Нет там никакой вишни. Абсолютно. Ну, я сейчас слышу немножечко вишню, но в большей степени я слышу здесь розу, томную, красивую розу, немного специй вместе с этой розочкой и немного вишни. Вот так это все звучит. Звучит, я бы не сказала, что суперсовременно. То есть, как-то так более классически звучит, да, без всяких вот этих мускусов, без всякого вот этого вот. То есть, прям такой красивый, хороший, добротный аромат. Все-таки на прохладу, потому что он густой, и он достаточно стойкий, и он достаточно шлейфовый. Он тоже у меня вот, пожалуйста, настоялся. Ну, что, мои дорогие, еще вам хочу сказать. Какие-то пробнички носила, где-то что-то. С латафой я с ума сходила, я потом вам, наверное, тоже отдельное видео сниму. Все, я не могу понять латафа, аяра, толс, в общем, желтую или белую. Хочу желтую, потом нет, я хочу белую. Но пока что я поставила это все на тормоза, потому что у меня еще один аромат в пробнике есть, который я заказывала на рандеву. Тоже такая арабская парфюмерия. Так, он мне понравился. Он достаточно пудровый такой. Ну, я думаю, это мускус. Арабский мускус. Я слышу, как что-то такое нечто припудренное, такое нежное, такое мягкое, такое женственное. Там роза еще вылезла. То есть это просто что-то было мускусное такое, пропудрово-чистое, да, такое весеннее. Это тот аромат, кстати, и муж мой оценил. Потом все-таки розочка вылезла на мне, но розочка в базе на мне кислит. И мне это прям нравится. То есть я пока что, наверное, Яру любую желтую-белую отодвину, потому что более подходящий даже будет на весну вот тот. Вот, короче, столько хотелок, девчонки, столько хотелок. Не знаю, это не заканчивается, зараза, вообще никак. Но, наверное, это и хорошо, пускай ничего это не заканчивается. Значит, у нас есть какие-то желания что-то приобретать, к чему-то стремиться, жить, вообще радоваться жизни, да. Значит, я не в депрессии, собственно говоря, да. Одета в розовое, ярко, все хорошо, вся в ароматах. В общем, вот так вот. Сейчас я, кстати говоря, без парфюма. Пока что сегодня. А давайте я вот это белое платье, так называемое, перевыпущенное, в общем-то, и нанесу на себя уж. Если я на руку нанесла, куда-нибудь вот так сюда нанесу. Ну, пускай аромат, ну, часа четыре на мне продержится, и того хорошо. Вот. Тоже он такой для любителей все-таки белых цветов. Он достаточно такой мощненький, яркенький. Он неудушливый, конечно же. Но есть в нем вот эти резкие нотки белых цветов, деревяшки есть такие, прохладное дерево. Такие чистые, вычищенные такие, да, немножечко колки, так скажем, белые цветы. И все это так обыграно зеленью. Легкая-легкая, такой намек на цитрусовость. Классный аромат. Классный аромат. Я понимаю, почему его так многие любили. В свое время у меня не было белого платья. В свое время, когда оно продавалось, к Эйвену я даже не подходила. Вообще, фу, Эйва. Нет. Не подходила никак, не хотела. Ну, тогда мне не нужно было много ароматов. У меня было там, не знаю, там два или три. И в таком случае, да, как бы, да, лучше купить люкс. Ниши, конечно же, еще тогда вообще не было. Нет, может быть, она существовала. Ну, не было ничего такого. Не было Ютуба, не было блогеров. Ничего не было. И когда тебе нужно, в общем-то, один или два флакона. А я часто моталась между городами. Работала, жила, то есть, ну, в общем, вся эта коллекция была, в принципе, не очень нужна. Вот, тогда я пользовалась исключительно люксом. Вот, так что к Эйвену я, ну, мне нравились ароматы на девчонках в шлейфе, Эйвеновские. Но себе принципиально я такое не покупала. Вот. И вот, видите, теперь перевыпущенная версия того самого белого платья. Уже снятость. Она у меня, да, думала продать, но решила, ну, нет. Ну, такое вообще, такое не продают. Это, конечно, уже раритет. Все, мои дорогие, огромное вам спасибо за просмотр этого видео. Очень надеюсь на ваши лайки, на вашу подписку. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой бустик-канал. Там выходят иногда каждый день, иногда через там день, через два дня, как по мере возможности. В общем-то, да, у меня там выходят и влоги, и, в общем, просто какие-то мои болталки, рассуждалки, какие-то покупки, которые я еще здесь, да, не показала вам. Там это все быстрее, все, все я там показываю. Какие-то вещи, но сейчас вещей как-то я много не покупаю. Ну, какие-то мелочи, что-то, да, я там покупаю. Я там нет-нет показываю что-то, что я, не знаю, там сею-сажаю. Ну, такое, да, просто обычный такой мой быт. Ссылочки внизу в описании под видеороликом. Кому интересно проходить, подписывайтесь. Очень вам всем рада. До новых встреч. Пока-пока.